Восьми школах Бишкека вели карантин. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. По ее данным, на онлайн-обучение с 14 декабря перейдут школы номер 6, 60, 28, 54, 59, 72, 95, 103. Центр госсанепиднадзора Бишкека совместно с Управлением образования провели проверку посещаемости детей в школах. Всего охватили 50 школ, сообщили в мэрии. Ранее стало известно, что карантин по ОРВИ введен в шести школах Чуйской области. Вместо свежего морозного воздуха густая пелена дыма, копоти и газов. Главной проблемой страны в зимнее время остается смог. Бишкек уже несколько лет оказывается в топе мирового рейтинга городов по уровню загрязненности воздуха. На сегодняшний день по версии сайта Air Quality в пятерку самых грязных городов вошли следующие населенные пункты мира. На первом месте столица Кыргызстана. Индекс качества воздуха составляет 205. Оценивается как очень вредный. Второе место занимает крупнейший город Бангладеш Дакка. Показатель воздуха 197. Вредный. Такой же уровень загрязненности атмосферы у города Кулкатта. Багдад занимает четвертое место с показателем 182. Завершают рейтинг топ-5 городов с худшим индексом загрязнения воздуха Мумбаи. По данным синоптиков Кыргызгидромета, концентрация PM2,5 и содержание других вредных веществ в воздухе превышают норму рекомендуемого Всемирной организации здравоохранения. Особенно последние три дня. В этих частицах содержатся мелкие кусочки сажи, асфальта, автомобильных покрышек, соединения тяжелых металлов, соли и так далее. Жителям столицы рекомендуется носить маски на улице, а в помещениях пользоваться очистителем воздуха. Если смотреть с 6 декабря по сегодняшний день, превышения начались примерно с 10 числа по определяемым веществам, таким как оксид диоксид азота, диоксид серы и твердые частицы. Превышения варьировались от 1,4 до 2 раз превышались предельно допустимые нормативы. Также у нас в городе Бишкек есть расположены 50 датчиков, которые с 2021 года у нас существуют. По данным этих датчиков, с начала декабря начались превышения предельно допустимых нормативов среднесуточных по твердым частицам PM2,5. В последние 4 года каждую зиму с наступлением холодов Бишкек покрывает смок из-за начала отопительного сезона. Как утверждают эксперты, загрязняет воздух частный сектор, поскольку жители отапливают дома некачественным углём и не устанавливают фильтры в дымоходах. У нас в городе Бишкек 50 жилмассивов, и все они жгут некачественный уголь, каркече, без фильтров, без ничего. Основной массой является сейчас, можно сказать, в первую очередь это жилмассивы. И да, 4 года мы говорим о борьбе со смоком, но как таковой таких действенных методов я пока не вижу, потому что с этой проблемой надо бороться жёстко и в первую очередь, наверное, с угольной матерью. Потому что город Бишкек жилмассивы, у нас очень много топливных баз, если для населения обеспечить качественным углём, каменным углём, да, или какие-то новые технологии применять. Накануне вопрос по борьбе с загрязнением воздуха обсуждался в парламенте. Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Динара Кутманова сообщила, что разработан ряд проектов. Для этих целей потребуется более 6 миллиардов долларов. Эту сумму власти просят у ООН, поскольку воздух в стране признан опасным для жизни. Необходимо более широкое внедрение альтернативных источников энергии. Мы подали заявку на грант в 6 миллиардов долларов. Нам одобрили пакет проектов. В 2023 году уже стартует программа по внедрению нано-присадки в домах. А именно, в 500 домов столицы установят новые технологии, дабы уменьшить теплопотери на 40%. Пробная установка будет в рабочем городке или в Тунгуче. Это поможет нам снизить расход топлива. Кутманова отметила, что заявки на такие суммы Зелёный климатический фонд при ООН рассматривает три года. Однако, чиновница пообещала решить вопрос бешкекского смога раньше. Блогер вымогал деньги у чиновника за прекращение публикации в соцсетях. Как сообщает Госкомитет нацбезопасности, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела по статье 208, часть 1 УККР задержан активный интернет-блогер. Установлено, что он вымогал денежные средства у руководителя госучреждения Лабукинского района за прекращение публикации различных провокационных статей в социальных сетях интернета. Так, 12 декабря 2022 года блогер задержан сотрудниками ГУГКНБ по Джалабадской области с поличным при получении денежных средств в размере 30 тысяч сомов. Задержанный во дворен ВВС СИЗО ГУГКНБ ведется следствие. В Бешкеке стартует кампания по вакцинации взрослого населения от гепатита B, сообщают в Республиканском центре укрепления здоровья и массовых коммуникаций. По их данным, Россия передала Кыргызстану 350 тысяч доз вакцин от гепатита B, 225 тысяч экспресс-тестов на ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C, 350 тысяч экземпляров различных наименований и формационных материалов. Гепатит B – это распространенное и опасное инфекционное заболевание, которое поражает печень. В Кыргызстане сохраняется рост заболеваемости вирусными гепатитами. Самая эффективная защита от гепатита B – это вакцинация, говорится в сообщении. Бабушку из Бомского ущелья и ее семью на две недели забрали в Абу-Даби, чтобы она научила повара шейха готовить каттамо. Об этом сообщил футблогер Аделет Ногуйбаев. По его словам, организаторы поездки познакомили шейха и членов королевской семьи в Кыргызстане с местной кухней по дороге на Иссык-Коль, где попробовав каттамо и чай с молоком, им все это очень понравилось. Организатор сообщил, что шейх пригласил Лиру и Джева в Абу-Даби за щедрое вознаграждение, и она с семьей будет отдыхать в отеле две недели. Интересная история началась с Муздаксу, где мы остановились с делегацией шейхи, членов королевской семьи, и первый раз попробовали знаменитую нашу каттамо. Им очень понравилось, так как мы на обратном пути тоже остановились. Господин Мухаммед, самый влиятельный бизнесмен Эмирата, он решил сделать сюрприз своим друзьям, шейхам, и пригласил Лире и Дже, ее семью, за свой счет, в отель сюда, в ферму. Две недели они будут здесь отдыхать. Ничего себе. Все расходы покрывает господин Мухаммед и дает очень щедрое вознаграждение им за то, что они приехали и научили.